Всем привет! Сегодня у нас история от подписчиц, и сейчас я ее зачитаю. Давайте приступим. Здравствуйте, Галина! Я смотрю ваше видео с большим интересом на протяжении приблизительно года, и мне интересен ваш подход, любопытные особенности менталитета мусульман, так как два года назад у меня завязались, как казалось, очень серьезные отношения с мусульманином, но не турком, а египтянином. Так как вы психолог, вы объективно можете оценить мою ситуацию, взглядом со стороны, при этом учитывать мусульманские нюансы. Несмотря на то, что моя история о египтянине, я прошу вас ее рассмотреть в видеоблоге. Думаю, девушкам будет полезно и интересно. Спасибо за ваш труд. Я православная христианка, к мусульманству не имею вообще никакого отношения. Я разведена, воспитываю ребенка сама, так как живу в Крыму, а муж остался еще на Украине 7 лет назад примерно. Мы поддерживаем общение, но не навещаем друг друга уже много лет в связи со сложившимися обстоятельствами. Сначала ковид, потом война. В 2018 году у меня не было мужчины, так как я переживала стресс после разрыва любовной связи, долго отходила от психологической травмы и в 2020-м зарегистрировалась в Фейсбуке. Среди множества бесполезных персонажей появился этот египетский мужчина, который привлек меня своим интеллектом и грамотностью. Я преподаватель английского языка, переводчик, очень интересная женщина, с красивой фигурой, как говорится, со всеми удобствами в кавычках. У меня есть квартира, работа, интересы, здоровый образ жизни, позитив. Нет только личного счастья. Мужчина свободно говорит по-английски, интересный, собеседник, симпатичный. У него высшее образование, мама зовут в школе для мальчиков, семья порядочная на первый взгляд. Знаете, вот про мама в школе для мальчиков, это же религиозный уклон идет. Я как бы не в теме особо египетская, но если мальчиков, девочек разделяет, это история религиозная, скорее всего, мусульман. То есть это уже показатели взглядов семьи, если мама в таком учреждении работает, это значит, мама разделяет эти взгляды. Сразу начал, как все они, говорить о замужестве, о том, что он ненавидит жизнь в Египте, устал от давления авторитарной мамы, ему 28 лет, и всю жизнь мечтает о славянской жизни. Тут я бы уже сразу это приняла во внимание, потому что вот его запрос сразу идет, ненавидит жизнь в Египте, устал от своей мамы, что он пытается убежать, спрятаться. На самом деле он ищет себе спасительницу, спасение, и он бежит от проблем, а не ищет себе любовь. А вот эта приговорочка, что он мечтал о славянской жизни, потому что думает, что с ней гораздо легче, проще, поэтому он вам это рассказывает, он думал, что здесь у него спасение есть, ему такая жена нужна. Я отвечала, что у нас не принято сразу говорить о браке, а только после долгого общения и знакомства с родными. Мы примерно год общались и в интернете узнали друг друга хорошо, он скрывал меня от всех, и меня это тогда вывело из себя. Когда уже был год нашего знакомства, я поставила ему ультиматум. Или он объявляет меня своей девушкой, или конец истории. Он был так зол, он сказал, что ему Аллах послал такое счастье, я его судьба, ну и в итоге согласился объявить меня всем. Я начала общение в интернете с его роднёй тогда. Мама, сёстры, его многочисленные друзья, они видели наши страницы, статусы, поздравляли нас. Процесс шёл полным ходом. То есть, видите, он уже пытался, скажем так, не развивать отношения, девушка поднажала. Ну, вообще-то тут я это письмо уже читала, если я его зачитываю по второму разу. Вы молодец, что не промалчивали, где-то, ну, короче говоря, в нужное русло направляли историю. Дальше продолжаем. Через два года нашего общения он приехал в Крым по студенческой визе для прохождения 5-месячных курсов, так как я побоялась делать ему туристическую визу, чтобы не брать на себя финансовую ответственность за него. У меня вообще вопрос, что он не мог к туристам приехать? Значит, у него денег не было, да, на какие-то поездки личные. Вам уже тогда надо было об этом задуматься. И зачем ему ехать как к какому-то там студенту на 5 месяцев? Ну, как бы, короче говоря, надо было не так капитально, не на 5 месяцев его, назовём так, приглашать, а чтобы он какое-то время побыл недолгое. Я сразу же ему заявила, что я учительница с маленькой зарплатой, и квартира вовсе мне не принадлежит, а моим родителям, и что взять с меня нечего, ноготочие. То есть вы себя обезопасили от того, что он альфонс. Я могу только помочь ему с оформлением документов. На что он меня убеждал, что любовь превыше всего. Он долго ждал своё счастье. Наконец-то Аллах ему послал жену, и он будет бороться за меня до конца. Клялся, что никогда не изменит и не будет даже разговаривать с женщинами, так как в их религии это грех, и они не говорят с посторонними женщинами. Он клялся, что готов работать на любой работе круглосуточно, чтобы быть со мной, чтобы делать всё для моего счастья и отдыха. Обещал, что я уйду из школы, чтобы не уставала. Он видел, что я сильно устаю на работе, у меня не хватает времени в будние дни на нормальное времяпрепровождение с ним. Он стоял на моём официальном разводе с украинским мужем, просто на тот момент я ещё официально тогда состояла в браке. Я развелась, мы с египтянином много бегали и ездили везде с его документами, чтобы можно было расписаться с ним. Волокиты и всемытарства иначе не назвать. Заняли пару месяцев у нас на всё это. Я просто приползала домой без сил. Ребёнок зимой был у моих родителей, я бегала на работу, потом с его документами, иногда ездила в другой город для штампов различных, оплачивал всё он. Так, мне здесь вообще вопрос, почему ваш ребёнок был у родителей? Это вообще неверно. Вы, извините, вы это не спрашивали, но я как психолог должна это сказать. Вы в своей новой семье, назовём так, ну начинающейся, вы ребёнку, ну что, что так удобнее, мне так проще. Мы уже ребёнка рожали для того, чтобы было удобно и проще. Вы понимали, что это будут определённые трудности и, главное, ответственности. Вы ответственность свою скинули на своих родителей. Это не очень верно, потому что притирка вот эта, он приехал к вам на 5 месяцев, это должно происходить рядом с ребёнком. Вы должны видеть отношение к своему ребёнку, считывать вот эти нюансы. Почему вы готовитесь, назовём так, росписи к браку с человеком, не посмотрев, как он общается с вашим ребёнком неналётом, а совместно с ним живёт? А вдруг у них конфликты, они скорее бы и начались. Вот я не как бы не вам шпильку и как-то вас ругаю. Я хочу, чтобы другие девушки, кто в подобной ситуации, обратили на это внимание. В первую очередь, на первом месте мой ребёнок, а потом моя личная жизнь. Должно быть так до 18 лет вашего ребёнка. Почему? Потому что, ну, просто вы юридически несёте ответственность за своего ребёнка. Вы имеете право на свою личную жизнь, на своё счастье. Но в школе вы родили ребёнка, вы вот то, что должны вписывать вашему ребёнку, он вас не выбирал, не выбирал, например, развод своих родителей или отсутствие своего папы и так далее, вашу проблему в отношениях с вашими бывшими или отцом ребёнка. Но вы как бы обязаны его встраивать в свою жизнь, а не отказываться от ребёнка, кому-то его отдавать, и как бы вам легче от этого не было. Потому что у вас в этот момент... Почему? Вы можете так делать, пожалуйста, может, меня не слышат, но вы просто рвёте самое главное, предаёте ребёнку и рвёте связь с ним в этот момент. Оплачивался он. Через месяц его деньги закончились. Он бесконечно ныло, скулил, как ему. Плохо без денег. Логично. Я с большим трудом нашла ему работу. Мыть машины в автотервите. Он сходил туда всего три дня. Много воскидательных знаков. Потом сказал, что ему такая работа не нравится. Слишком трудно, мало платят. То ли дело быть массажистом. Я разозлилась. Он сказал, что забудь о работе с женщинами навсегда. Я его проверяла и контролировала. Так как, знаете, что вы сделали? Вы стали его мамой. Вы решаете его проблемы, проверяете, контролируете. Чё, сыночку, ищите работу. Он ушёл от одной властной мамы, которая мне нравилась. Он сбежал из Египта от мамки своей. Учительницы заучил. Он нашёл себе такую же, только другую. В другой стране. А суть вообще не поменялась. Я его проверяла, контролировала. В общем, так как он постоянно ночами, вечерами где-то шлялся с новыми друзьями, иностранцами с курсов. А ещё переписывался с красивой одногруппницей Чешкой, которая ходила с ним на курсы. Я ему устроила взбучку и напомнила о его клятвах. Также сказала, что если у него нет денег, то есть работа вон в автомойке, от которой он раньше отказался, где его ждут, и кормить я его просто так не собираюсь. Однажды я интуитивно сфоткала его переписку с сестрой на арабском языке в его телефоне. И когда перевела, оказалось, что он ей жаловался, что он несчастный, ему никто не помогает, и что к 40 годам он уже будет стоять на ногах и возьмёт женщину, которая будет ему служить. Я не поняла, что значит женщина, которая будет служить, но высказалась ему по полной программе и пригрозила, что гражданство делать тогда я не собираюсь сразу, только вид на жительство. Он сказал, что ему и не надо гражданство, только счастье и любовь со мной многоточие. Блин, типичные разговоры Альфонса. Больше всего меня удивляло, что он, будучи жёстким мужчиной, на всё соглашался и всегда мирился со мной. Мне вот непонятно, в каких моментах он был жёстким. Я, а я от этого таяла. Чё, вы были руководителем, родителем в отношениях, таяли, когда вам подчинялись. Также я сообщала его маме, что он не хочет работать. Другой маме его, правильно, делились с тактикой поведения. И мама говорила быть с ним терпимой и обещала с ним сама поговорить, но результата не было. Боже. Он целыми днями спал, ел, лазил в Ютьюбе, прогуливал курсы, ныл, 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 что нет денег. И я такая жестокая, не вхожу в его положение, выгоняю на недостойную работу, в автомойку. Но в личном плане у нас было всё чудесно. Отличный секс, любовь. Где тут любовь, только я не понимаю. Любовь, наверное, на его словах. Он помогал по хозяйству, готовил вкусно. Много лет мне этого не хватало. Ну вот вы понимаете, в чём проблема? Вы закрыли свою потребность, хотели. Вот этот типичный Альфонс. Он закрыл вашу потребность. Любовь, приятные слова, хороший секс. Помогает по хозяйству, заботится, готовит вкусно. Мне много лет этого не хватало. Ну вот, просто вы другие излишки как бы не хотели принимать. Ещё помимо ваших потребностей закрытия, что приятно, были минусы. Наконец-то его документы были готовы для росписи. В мае мы подали документы в ЗАГС. Роспись пришлось назначить на зиму, так как денег у него не было на свадьбе. Он собрался ехать в Египет для заработка. Ещё я сказала, что родня ему тоже даст денег на свадьбе. У меня вообще был прикол. Домой на заработки. Обычно уезжают в другую страну на заработки, домой деньги отправляют. У него как-то всё наоборот пошло. Короче говоря, вот я поехала с ним в другой гор, чтобы посадить его на самолёт. Потратила много сил и денег, так как в Крыму аэропорт закрыт. Передала его родственникам много подарков. Он сказал, что теперь точно знаю, что я лучшее, что было в его жизни. Я верная, любимая. Я его друг, я его поддержка. Ему нравится, что я хожу в церковь. Я не атеистка, что я согласна носить длинную одежду. Что я подружилась с его семьей. Короче, я умничка. На следующий день он даже не спросил, как я добралась домой. Он написал, что теперь он понял, что Египет и родня – это классно. А славянские девушки не для него. Что я была жестокой, контролирующей. Что я, оказывается, заставляла здесь капслок его работать, покупать мне цветы и заниматься с ним сексом. Я в шоке. Пардон, ну, блин, так классно. Просто такой слог хороший. Видно, что вот вы учитель. Хорошо пишите. Интересно читать. Я в шоке. Я заставляла. Он сам был инициатором. И цветы сам покупал. О чем речь вообще? Я в шоке. Он сказал, что они всей семьей меня блокируют. И чтобы я о нем просто забыла. И что он вполне может устоить свою личную жизнь в другом каком-нибудь месте. Они меня все заблокировали, как только он прилетел в Египет. Я не понимаю, неужели у него нет сердцевых чувств и совести? Нет. Вот ваш ответ ко мне. Вы представитель на накачу человек. Нет, у него нет. Он расчетливый приспособленец. Что делает его? Альфонсом такое определение есть. И он от одной мамы решил найти себе другую. Но так как он в психотравме и вообще не понимает, что он ведает, не ведает, что он творит, он не одупляет до конца, что он одну маму поменял на другую. Потому что он немощный, несамостоятельный ребенок, а не мужчина. И он и хочет состоять в отношениях взрослый ребенок, занимать позицию ребенка. На позицию взрослого, на партнерские отношения он не способен, не готов, сейчас к этому не располагает. Но вам это обещает, проецирует, сам этого хочет, но сам этого не делает. Он сидел несколько месяцев на моей шее, ныл. Я ему так много помогала. Он плакал, когда улетал. Он потратил много своих денег на документы. Где логика? Зачем мы тогда подали на роспись, если через 10 дней он меня заблокировал? Он 2 года жужжал, как ужасно в Египте жить. И что это такое? Все это было. Отвечаю сразу очень просто. Почему он обманывал? Вы все-таки подали документы, когда он, походу, уже знал, что ему с вами нехорошо и так далее. Принял решение. Он доигрывал до конца, потому что он слабый ребенок в отношениях взрослый и ребенок. И его позиция детская, почему она у него? У него слабая и низкая самооценка. И если он возьмет на себя риски, ответственность, принятие решений и скажет открыто на месте, там, Маша, ты не для меня заставляешь меня заниматься сексом, дарить цветы, ничего. Короче, я хочу домой к своей настоящей маме, все с ним было не так плохо. Это ответственность, который очень боится, потому что у него есть определенная стигма. Ему страшно брать ответственность. Это либо наказывают, ну, что там надо разбирать, индивидуально так не догадаешься, короче говоря. Ну, короче, для него это больная тема, низкая. Короче говоря, говорить правду, признавать свои ошибки, для него это слабость и больно, и понижает его самооценку. Ну, либо он боится наказания за это. Поэтому он доигрывает, как классный актер, до конца. И когда ему уже безопасно, он классно доигрывает, плачет, уезжает, говорит, как ты классная, моя подруга, моя надежда, кровиночка, все супер. Такая верная, хорошая, замечательная. Это любовь, Аллах мне тебя послал. На самом деле, это большая игра актера для того, чтобы не брать ответственность, не признаваться. Только когда он был в безопасности, зная, что вы физически не догоните, по башке не настучите, он говорит, все, аривидерчи, до свидания, я к тебе не вернусь. И вообще всех все блокируют. Я думаю, там наплел, конечно, дома уже конкретную историю, как вы там, я не знаю, в рафтовую, в автомойку хотели сдать. Я вот так родственникам, наверное, рассказывала, оправдывая, опять же, свой побег. То есть это не мужчина, а ребенок. Вот вам нужен, просто рассуждая, вам нужен ребенок в отношениях? Если нет, то вообще не сожалеете о том, что это так произошло. В чем проблема ваша личная трагедия? В том, что вы это не разглядели сразу, не обратили на это внимания и потратили на это деньги, время и два года жизни. Вот в чем ваша личная трагедия заключается. Ну, с другой стороны, это очень такой опыт хороший, чтобы вы на эти грабли не наступали. Могу сказать логично. Почему вы к этому пришли? Очень просто. Вы отчасти там жертва, у вас были абьюзивные отношения с алкоголиком, и он закрыл вашу потребность, вот этот новый парень. Но вы минусы не все учили, что он альфонсом будет. То есть вы это получали. Вы, по сути, это по-честному было. Вы слушали. Ваш запрос был на любовь, на чувства, чтобы вас полностью принимали. Все говорили, классно, замечательно. Это и боевая подруга, и любовь, и все прочее. Классный секс, любовь, цветы. Он вам это давал. Просто знаете, в чем дело? Вы изначально такого подловили, потом ваши запросы изменились. Вам еще надо было ответственного с принятием мужика, чтобы решал, работал, деньги зарабатывал. Он не про эту историю. А он от вас уйти тоже не мог, боялся. И вы его перевезли, он думал, ну как-нибудь изменится. Он, в самом деле, думал так же продолжать выезжать на дом, как все альфонсы в гунде, чтобы вы ему... Короче, пока это от вас зависело, когда история закончится, вот и все. Когда ваши очки, скажем так, розовые спадут, когда вам станет недостаточно любви, хороших слов, секса, когда вам больше нужно будет материального ответственности, реализации мужчины, там, защиты его какой-то, надежного плеча или хотя бы партнера в отношениях, а не ребенка, которого тащить на плечах своих надо, вот и все. Вот в чем проблема. То есть вам на будущее, чтобы не попадать в какие-то абьюзивные или с альфонсами отношения, вообще для здоровых отношений, вам нужен мой курс про эти здоровые отношения, вы не понимаете, вы не знаете, что такое здоровые отношения, это раз. Два, вам надо составить конкретно, детально свой запрос на мужчину проработать, какой он мне нужен. Вот эти минусы с опытом с альфонсом и с предыдущим бывшим мужем, прописать себе, какие мне точно уже мужики не нужны, что если я вижу эти качества у мужчины, который мне встречается, со мной флиртует, я вижу что-то похожее с бывшим мужем или с этим из Египта, я такого мужчину отодвигаю, все, я с ним прерываю отношения, общение будет таким же, меня опять затянет. То есть, короче, работу над ошибками надо провести, вот и все. Опыт тяжелый, травматичный, скажем, больной, ну блин, знаете, честно скажу, ну пусть так, вот это уже с юмором пишете, переболит, пройдет, ничего капитально страшного не произошло, ребенок ваш цел, вы тоже. Вообще, я считаю, надо заняться собой своим психологическим здоровьем, прийти к тому, что как стать счастливым человеком, принять себя, полюбить себя, воссоединиться со своим ребенком, не откидывать его к бабушке, к дедушке на зиму или еще как-то, сфокусироваться на себе, на своем ребенке, на любви. И когда у вас будет гармония и любовь внутри себя и со своим ребенком, к вам мужики нормально, адекватно и подтянутся, потому что будут видеть у вас уравновешенную, счастливую, энергичную женщину, которая к себе притягивает. Ну вот, ответ как бы прост. Что вы в комментариях напишите зрителям, кто смотрел это видео, какие дадите советы? Может быть, вы сами через это проходили, пишите ваши истории. Если вам нужна моя помощь психолога, пишите мне на почту, она в инфобоксе под видео. Тема письма, консультация. Спасибо за внимание, всем пока!